Тренинг, рисуем сайт с нуля в фотошопе, занятие номер 4, ставим лайки и подписываемся на наш канал. Я, наверное, вас уже задолбал, но я буду это повторять постоянно, потому что вы все время забываете это делать. Итак, ладно, двигаемся дальше, и теперь давайте мы заведем специальные группы для наших слоев в фотошопе. Почему? Потому что каждая картинка, это будет отдельный слой в фотошопе, и таких слоев может набраться там порядка двух-трех сотен, и согласитесь, что в этом будет разбираться очень тяжело. Поэтому мы все будем группировать, и первое, вот этот фон, два раза по нем щелкаем, жмем тут имя, выставляем фон сайта по-русски, чтобы нам было все понятно, и он у нас будет самый последний идти, то есть это фоновая картинка будет. Дальше, щелкаем на вот этот значок группа, вот тут внизу видим, щелкаем на него, и получается группа номер один. И давайте ее обзовем как, ну как мы ее обзовем? Подвал. Давайте снизу пойдем. Так, подвал, отлично. Группа для подвала заведена, новая группа будет у нас контент. Точнее, нет, давайте сайдбар, сайдбар, мы его будем потом рисовать. Следующее, это контент. Так, контент, отлично. И здесь у нас будет еще тут шапка. Шапка, замечательно. Дальше, в самой шапке давайте мы тоже заведем группу отдельную. Давайте вот я сделал группу, назовем ее, например, меню, и перетащим сюда, в шапочку. Меню у нас будет в шапке, поэтому вот она будет тут. Видим, да? Отлично. Так, в контенте у нас будет идти сразу три группы. Это получается наш блок подписки, наши статьи и наш список статей. Давайте мы это все тоже оформим. Три группы получается. Итак, снизу вверх двигаемся, пишем список статей. Так, отлично. И в контент перемещаем. Затем новая группа, она уже должна появиться в контенте. И называем ее статьи. Статьи. Так. И еще одна новая группа, это блок подписки. Блок подписки. Замечательно. Закрываем теперь контент. Следующий момент, это сайдбар. И здесь, так, здесь, смотрим, что у нас здесь будет. Первое, это баннер 1. Потом, давайте так, виджет 1, виджет 2, виджет 3, виджет 4 и виджет 5. Давайте мы здесь в сайдбаре все это сделаем. Так. Виджет 1. Виджет 1. Так. И перемещаем сюда. И теперь давайте мы сделаем копию. Просто берем этот виджет и перетягиваем вот сюда. Щелк. И потом еще 2 копии сделаем. Щелк. И получаем, видим, виджеты такие вот. Так, виджет 1 давайте я перемещу в самый верх. Дальше у нас идет, два раза щелкаю, можем переименовать. Виджет 2. Дальше виджет 3. Дальше виджет 4. Ну и еще один виджет, не забываем. Это виджет 5. Так, виджет 5. Только мы его разместим ниже. То есть выберем четвертый виджет и перемещаем его вот сюда вверх. Щелк. И вот что у нас в итоге получилось. Теперь наш сайт будет не только легко рисовать, но и мы сразу будем группировать все наши слои по папочкам. И нам будет легко в них разобраться и найти чуть что нужный нам слой.